В Англии рассуждают о бойкоте ЧМ-2018 по политическим причинам, если британцы воплотят угрозу, то FIFA забонит их сборную минимум на один чемпионат мира. Но англичане не боятся, ведь за этим поколением футболистов чернеет глубокая яма. И после дисквалификации им не придется унижаться в Катаре. АПЛ всерьез обеспокоена развитием молодых игроков в самой богатой лиге мира. Зимой продали телеправо за 5 миллиардов евро, выступает всего 32% англичан. Одна из главных причин замедленного развития как раз деньги, средняя зарплата в АПЛ 59 тысяч евро в неделю и гонорары ежегодно растут. По данным статиста, самые большие доходы у монкунианцев в АМЮ в среднем платят 130 тысяч евро в неделю. Самые низкие у Ходерсфилда 25 кусков дохода молодых футболистов до 2017 года распределялись так же, как и у взрослых. Тинейджерам платили так много, как могут себе позволить. Это приводило к диким историям. Джош Макэкран – один из самых талантливых воспитанников Челси. Он дебютировал в Еврокубках уже в 17 лет, первый участник Лиги Чемпионов, который родился после ее основания. Школьник в тот момент греб 2,3 миллиона евро за сезон по потилетнему контракту. Джош числился в системе «синих» в 15 лет, но сыграл всего 11 матчей. Катался по арендам, а потом осел в чемпионшипе. Сейчас игроку Бринтфорда уже 25, и только сумасшедший предложит ему такой оклад, какой Челси платил в 17 лет. Игрокам лень играть ради трофеев, когда у них и так все хорошо. Психологи университетов Видержини и Пердио выяснили средний уровень дохода в Западной Европе, после которого человек больше не радуется деньгам 81 тысяча евро в год. Когда тебе 17 и ты получаешь 2 миллиона, то необходимость чего-то добиваться отпадает сама. Так, средний возраст доморощенных дебютантов АПЛ поднялся до 22,5 лет, в этом возрасте Мисси получил первый «золотой мяч». В 2017 клубам АПЛ надоело бесполезное расточительство наклоунов и большая часть ввела резкое ограничение, которое должно мотивировать молодых игроков отбивать каждый заработанный евро. Например, Ливерпуль ввел потолок в 45 тысяч евро в год. У Челси и Кристалл Пулас ограничение мягче – 250 тысяч евро в год. «Синя» навсегда запомнят пример матекрана, а босса «Орлов» Стива Пырише побудила другая история. Неназванный 17-летний мальчик потребовал у Пулас донорар в 600 тысяч евро в год после первой тренировки с основным составом. У нас рыночная экономика, но для детей это плохо – 40 тысяч фунтов в неделю для 16-летнего. Ужас – молодой игрок должен к чему-то стремиться, говорит Пыриш. Клубы самой богатой футбольной лиги мира вводят реальные ограничения зарплат на уровне тех, что в России только обсуждали, но которые так и не материализовались. В 2015 году РФС рассматривал потолок для игроков чемпионата России. Планировалось, что ребята моложе 21 года смогут зарабатывать не более 10 миллионов рублей в год – 141 тысяча евро. Игроки от 21 до 23 лет – не более 15 миллионов рублей – 211 тысяч евро. А игроки старше – 23 лет – не более 24 лимонов – 338 тысяч евро. Естественно, ничего подобного РФС не сделал, поэтому примеров вроде истории макэкрана у нас хватит на крепкий сериал для Нетфликс. Алан Гатагов 22 года сидел в запасе «Динамо», а затем потребовал у Краснодара миллион европодъемных и такую же зарплату. Сейчас Алану 27, и он пыхтит в эстонской «Ливадии». 19-летний Иван Соловьев засветился в «Динамо», отказался продлевать контракты и ушел в «Зенит» за оплату в 1,3 миллиона евро за сезон. Сейчас он выступает за питерское «Динамо» и вряд ли гребет кэш. Истории с молодыми игроками с одной стороны понятны – клуб деньгами привязывает к себе перспективного парня, чтобы его не угнали – конкуренты. Но очень трудно найти логическое объяснение, когда клуб держит ветерана среднего уровня на жирнейшем контракте, хотя то три года не выходил на поле. Виктор Файзулин последний матч сыграл в 2015 году. Сегодня зарплата Виктора достигла. Субтитры создавал DimaTorzok